Приближение Нового года почувствовали воспитанники Кугейской школы-интерната. Самым волшебным праздником детей поздравили сотрудники Федерального центра травматологии и ортопедии. Новый год – самый щедрый на сюрпризы праздник. Поистине незабываемый Новый год ребятам организовал Федеральный центр травматологии и ортопедии совместно с представителями законодательной власти республики. Безусловно, дети ждали чуда с нетерпением целый год. Как принято в предвкушении самого главного подарков, мальчиков и девочек развлекали герои сказок и клоуны. Ты на рождение, что ли? Новый год! А, у этого стульчика сегодня праздник, да? Да! Не праздник, что ли, в стульчиках? Нет! А, Новый год сегодня наступит, что ли? Не кричите «С Новым годом!» С Новым годом! Конечно, ни один настоящий Новый год не проходит без Деда Мороза и Снегурочки. Малышам новогодние розыгрыши представление понравилось. Все получили море положительных эмоций и заряд энергии. Конечно, не обошелся новогодний утренник и без сладких и дорогих нужных подарков. Мы в коллективе решили, что обязательно, наверное, на Новый год должны посетить одно из наших учреждений, где воспитываются дети, и дети, которые в том числе без родителей. Поэтому связались вот с Кугейским домоинтернатом, спросили, в чем они в большей степени нуждаются. Но, наверное, это нормально, что вот нужны бытовые какие-то предметы – телевизор, стиральная машина, что мы, в общем-то, и привезли. Лариса Рафикова говорит, что они сделают такой домашний кинотеатр, и дети будут в том числе там смотреть обучающие фильмы. Мне кажется, это очень хорошо. Для детей, как и для представителей центра, такая встреча значит много. Именно через такое общение появляется возможность взрослых быть полезными ребятам, а дети получают то внимание, которое им необходимо. Медики надеются, что дружба, которая завязалась между центром и школой-интернатом в канун Нового года, теперь будет только крепнуть. В ближайшие дни сюда переедут почти 20 детей-сирот из Ядринского дома-интерната. Воспитанников станет больше, а значит и дружеская поддержка окажется весьма кстати. Данифа Тагирова, Константин Козлов, Республика.